Жители Ненинского автономного округа 12 июня отметили День России целой чередой торжественных, праздничных и спортивных мероприятий. Подробности в материале моей коллеги Катрины Тайбарей. В рамках мероприятий главного праздника России в Наринмаре состоялась церемония торжественного вручения паспортов юным гражданам Российской Федерации, тем, кто получает главный документ россиянина впервые. Действительно, вручение паспорта – это один из главных моментов вашей жизни. Я хочу, чтобы вы запомнили этот день, большой, насыщенный сегодня день, день, который отмечает вся страна. И сегодня будете вы получать свои паспорта не просто из рук официальных лиц, но в то же время перед глазами своих родителей. Вы вроде останетесь теми же, но с другой стороны, вы чуточку повзрослеете, потому что вручение паспорта, получение паспорта – это и есть не что иное, как повышение ответственности. И прежде всего ответственности перед собой и перед теми, кто вас окружает. Первый паспорт в своей жизни получили 13 школьников Нейнского округа. В торжественном мероприятии приняли участие их родители, вручали удостоверение личности гражданина Российской Федерации официальные лица – губернатор округа, спикер регионального парламента, начальник УМВД России по Нейнскому автономному округу, которые обратились к виновникам торжества с добрыми напутствиями. Ну, а пожелать я вам хочу, чтобы в ваших паспортах всю вашу жизнь появлялись только новые и очень хорошие записи о создании семьи, о рождении детей и о приобретении вам нового жилья. Ведь, по сути, паспорт гражданина Российской Федерации – это летопись его жизни. Ну, а за плечами ветеранов округа уже сложившаяся интересная и насыщенная жизнь. Впрочем, они по-прежнему в строю, причем в спортивном строю. В День России на стадионе «Дюдс Лидер» члены спортивного клуба регионального отделения «Союза пенсионеров России» в праздничной обстановке торжественно закрыли спартакиаду пенсионеров. Мне действительно очень приятно, что вы проводите такую замечательную спартакиаду. Вы не только себя поддерживаете в прекрасной физической форме, но вы показываете очень хороший пример молодежи. И не только молодежи, но и людям среднего возраста. Спасибо вам за это. Я вас всех поздравляю с праздником. Желаю вам крепкого здоровья, о нашей стране и округу процветания. В спортивном клубе пенсионеров занимаются более 40 человек. Самому младшему участнику 57 лет. Ну а самым старшим в день закрытия Олимпиады по традиции вручают подарки. В этот день под бурные аплодисменты отметили спортсмена Николая Поздеева. Ему 81 год. И Лидию Куркину. Ей 82 года. Правда, Лидия Васильевна тут же пошутила, отметив, что организаторы перепутали возраст. Ей не 82, а всего 28. Организаторы тут же исправились. Самый один из главных проектов России – это проект по демографии. И наш клуб «Вы» – яркое подтверждение тому, что в демографии важно не только сколько родится, но и то, сколько проживает дольше умных, талантливых и опытных людей. В этот день участников спартакиады с Днем России поздравили также депутат Государственной Думы Сергей Коткин и сенатор Окнеинского округа Денис Гусев. По итогам региональной спартакиады команда округа будет представлена на Всероссийской спартакиаде пенсионеров, которая пройдет в августе в Белгороде. Главное событие в череде праздничных мероприятий, посвященных Дню России – вручение государственных и региональных наград. Церемония прошла в зале официальных мероприятий Дворца культуры Арктика. Сегодня в этом зале собрались люди самых разных профессий. Врачи и учителя, работники сельского хозяйства и транспорта, муниципальные служащие и общественные деятели. Но у всех объединяет одно – многолетний и добросовестный труд на благо нашего округа и всей страны. Медаль Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени вручили Светлане Носовой, воспитателю детского сада Аннушка. Медаль Ордена «Родительская слава» супругам Александру и Ольге Бякиной из Макарова. Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено Светлане Хабаровой, учителю физики школы номер один города Наринмара. Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено Ираиде Канюшевской, медицинской сестре поликлиники Заполярного района и Ольге Хабаровой, заведующей фельдшеру из деревни Антик. Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено коллегам Вере Рочевой и Таисии Сумуроковой, заведующей производством и заведующей складом Нейнской агропромышленной компании «Воксино». Почетную грамоту президента Российской Федерации вручили Ирине Киселевой, воспитателю детского сада Теремок, благодарность президента Наталье Моголницкой, преподавателю Нейнского аграрно-экономического техникума. Кроме того, в ходе церемонии вручили государственные награды Нейнского автономного округа. Почетное звание «Почетный гражданин Нейнского автономного округа» присвоено Сергею Хабарову. Эта награда для меня значимая. Это как оценка того, что мои силы, энергии были затрачены не напрасно. Я хочу сказать огромное спасибо людям, которым мне пришлось поработать в разные периоды трудовой деятельности. Кроме присвоения почетных государственных и региональных званий, жители округа были награждены почетной грамотой Нейнского автономного округа. Среди них учитель математики из поселка Красное. Я хочу сказать большое спасибо коллегам по нашей дорогой Красновской средней школе. Спасибо всем ученикам, которые учатся у меня, которые слушаются и которые добиваются в жизни высот. Спасибо. Также звания «Почетный общественный деятель Нейнского автономного округа» были удостоены Николай Канев и Надежда Ковалевская. В такой хороший праздник, День России, мне вручили награду «Почетный общественный деятель». Конечно, я благодарю всех, кто оценил, дал оценку моей работе. Но я считаю, что это оценка всей моей организации. Я являюсь председателем 17 лет. И я очень рада, что исполнительная, согнодательная власть на всех уровнях власти нас видит и слышит, нашу организацию. Основные праздничные гуляния в День России развернулись на главной площади города Маратсей для жителей и гостей Наринмара. Я всех поздравляю, жителей нашего города, своих земляков с праздником, Днем Народного Единства. Нас всех объединяет наша малая родина, Ненецкий автономный округ. Всем желаю здоровья, счастья, мирного неба и всем благополучия. Большое количество участников, порядка 50 человек, собрала в центре Наринмара колонны велосипедистов. Любители велосипедного спорта посвятили свой велопробег Дню России, проехав с триколорами по улицам города в сопровождении сотрудников ДПС. Сегодня мы организуем велопробег в честь Дня России. Мы собрали группу активистов, которые у нас занимаются велоспортом. Хотим сделать символический велопробег до поселка Искатели и обратно. Добавлю, День России отмечается с 1992 года, как один из важнейших патриотических праздников, который стал символом национального единения и гражданского мира, независимости страны. Катрина Тайбрей, Антон Бодряков, Алексей Орлов, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова